Праздник Симхат Тора Это то, что сегодня об этом говорилось, да, то есть праздник Сухо, то есть праздник всех народов, тоже радостный праздник, поэтому это праздник радостный, вот, и благодаря Ишоа мы будем там праздновать, вот, поэтому Слово Божие несет радость, аминь, несет Слово Божие радость? Так что-то не очень вы, это так, не совсем, может быть, кто-то не совсем пережил, как бы, поэтому, ну, дай Бог, чтобы вы переживали радость, ну, Божьего Слова, потому что на самом деле Слово Божие несет радость, и давайте мы все скажем аминь. Но, вы знаете, не всегда Слово Божие несет радость. Ну, как это? Ну, да, знаете, когда Ишоа сказал богатому юноше, да, остав свое богатство и иди за мной, будешь иметь наследство на небесах, ух, как он обрадовался, да, сказал, аллилуйя, как здорово, я так думал, я так хотел об этом, да, ну, я думаю, что нет. Писание говорит, что юноша что? Он огорчился, да, потому что, услышав Слово, это же было Слово от Господа, да, Слово, Ишуа сказал ему, оставляй все и иди, вот, но это не было сильно радостным для его, он немножечко огорчился. И, вы знаете, не всегда Слово Божие, оно приносит радость. Когда Слово Божие, оно сталкивается с нашими желаниями, с нашими стремлениями, с нашей точкой опоры или с нашим зоной комфорта, то происходит борьба. Ну, у всех, у каждого из нас есть какая-то зона своего, ну, стабильности, да, то, что мы уже там, допустим, стабильны в этом, это стабильно, все как бы хорошо, все нормально, все, ну, у юноши было все хорошо, финансы шли классно, он был богатый, все как бы нормально, и тут еще говорит, оставляй все, как, я столько над этим трудился, столько я шкопил собирал, не оставляй, иди за мною. Ой, как-то не очень так хорошо. И вот, когда Слово Божие, оно сталкивается с зонами нашего бытия, нашей жизни, то оно происходит в конфликт или дискуссию. Ну, бывает так или нет? Или вы сразу же соглашаетесь, да, допустим, Господь сказал, вот, оставь все и давай, уезжай со страны, там, или я тебя призываю в Африку, там, или еще куда-то, или, не знаю, возьми там пол имения, раздай, ну, если так Господь сказал, да. Ну, но как-то вот немножечко, ну, это не только связано с финансами, это с многими связывается с сферой нашей жизни. Не всегда оно приносит вначале радость, правильно? То есть, оно приносит немножечко такую вот борьбу. Вообще, борьба всегда происходит, как апостол Павел, да, Равшин, что мы всегда боремся. Жизнь – это движение, движение – это жизнь, и мы боремся, и наша плоть, она борется с нашим духом и так далее. Но это чуть-чуть в другом. Когда Слово Божие сталкивается с мудростью и философией этого мира, происходит отторжение или конфликт, или дискуссия. Когда Слово Божие, оно сталкивается, ну, с грехом, то, или, да, допустим, происходит отделение от греха, то, часто, это, ну, неприятная процедура. Ну, да, или, ну, иногда бывает это приятно, но не всегда. Когда мы слышим Слово Божие, нам нужно оставить что-то, что прилеплено к нам, что является частью, скажем так, нас, то это, ну, не совсем, как бы, приятно. И вы знаете, в Библии Слово Божие, оно говорится, что оно не только является водой, да, ну, вода жизни, там, грева жизни, или там хорошее Слово Вовремя, это как что? Это как елей, да, там, ну, по, который стекает. То есть, ну, не только Слово Божие, оно, оно говорит о том, что оно является водой или елеем, но также оно еще и является, знаете, чем? Або-я-до-острым мечом. Да, это острый с двух сторон. Вы знаете, и, который проникает до глубины души, сердца, да, человека, то есть, да, тем самым делая, что меч делает? Делая такую некую хирургию для человека. И это не всегда, ну, приятно. Вот, не всегда это приятно. Поэтому оно является и светом, и водой, но также оно и является мечом. И иногда Бог применяет это Слово Божие не как воду или как маслица, но как або-я-до-острый меч, вот, который отделяет. Потому что то, что находится в нас, оно ненужное, оно опасное и может набредить душе человека, правильно? Вот. Но мы не будем говорить о плохом, правильно? Сегодня у нас хороший праздник. Мы будем говорить о хорошем, да, братья и сестры? Потому что сегодня же радостный праздник. Мы можем поговорить о Слове Божьем как о мече, вот. Но мы будем сегодня говорить о Слове Божьем немножко даже больше как о воде и о масле. Хотя, в принципе, уместно говорить, да, потому что это, ну, Евангелие, оно является полным, да, наполненным Евангелие. Поэтому будем говорить именно вот в этой сфере. Но, знаете, несмотря на то, что оно является мечом или еще чем-то, оно само по себе очень уникально. Остается уникальным. И главное, в чем главное уникальное Слово Божье? Пожалуйста, первый ряд, ответьте, пожалуйста. В чем уникальное Слово Божье? Вот я первый ряд задал ответить. Ладно, хорошо. Первый пока подумает, что-что? Ага, Вечное Живое, правильно. Несмотря на то, что Слово Божье, оно имеет много грани, оно очень уникально. Вот сказали Вечное Живое, я вас потом позже спрошу. Но вы знаете, что главная уникальность его в том, что всему творению есть Создатель. И все, что создано, имеет определенную цель и продолжение. Это одна из самых... Потому что мы не просто так живем на этой земле. Ваминь. Слава Богу. Как живо и истина. То есть оно главное уникальное в том, что он говорит, что есть Создатель, есть Творец. И все, что создано им, оно имеет определенную цель. Это не просто так, вот есть и все, и пылится. Оно имеет определенную цель и имеет продолжение своей цели. Это одна из главных. А потом то, что вы сказали, это аминь, все правда. И знаете, я бы хотел сегодня говорить на тему, сегодня уже озвучу свою тему, о уникальности Слова Божьего и его влияния. Потому что Слово Божье, оно оказывает огромное влияние на ВСС, и на нашу тем паче жизнь. Из-за того, что Слово Божье уникально само по себе, оно оказывает сильное влияние на весь окружающий мир и на нашу жизнь своей динамической силой. Это Слово, оно, конечно же, то, что оно является уникальным, оно подвергается разным нападкам. Если бы оно было просто как бы написанное там так, что-то там тоже написало, там черканул, там и оно как бы все забылось. Нет. Оно внесет в себе динамическую силу, которая способна менять все, и оно подвергается на протяжении многих столетий, подвергается многим нападкам. И такими, какие нападки? Ну, такими, как философия этого мира, там греческая мифология, там это, хотя многие философы, там тот же как бы Сократ или Платон, то есть они, ну, как бы не сомневаются в существовании Бога. Они не указывают о том, что там Господь есть Спаситель. Много говорится о человеке, много, кстати, говорится в философии о том, что все-таки жизнь на ней заканчивается, есть что-то продолжение. Но конкретизации как бы вот именно как о Боге, как-то оно так немножко как бы, ну, уходит. Также еретические разные учения, да, то есть которые, ну, вот они, потом теория там эволюции, то есть все эти учения, они как бы хотели затмить, и они затмевают как бы, ну, Слово Божие. Или, может быть, стать все-таки наравне. Ну, как это только Слово Божие будет на высоте, как бы мы же тоже хотим иметь как бы какой-то там статус, да, то есть чтобы нам как бы верили, как бы нам поклонялись и так далее. Вот. Ну, несмотря на то, что все эти учения, да, или, скажем так, нападки, да, они хотят затмить Слово Божие, тем не менее Слово Божие, оно остается уникальной и главной книгой, которую, ну, многие-многие читают. Библия остается главной книгой в истории человечества и самая читаемая среди разных слоев народа, от царей до простых людей. И вопрос, почему? Почему? Почему ее читают? И многие читают. И по статистике, да, то есть это одна из самых читаемых, ну, книг среди, ну, среди людей. Потому что мне есть то, что нет ни в одной книге. Есть много хороших книг. Я не против литературы. Нам надо много читать. Это очень важно. Есть литература художественная, историческая, да, разные персонажи. Много литературы. Очень много учат нас и так далее, и тому подобное. Вот. Но есть то, что заложено в Библии и не заложено ни в одной, ни в одной литературе. И я, конечно, знаю, что вы знаете. Но я все-таки озвучу, что еще хорошо. Не буду спрашивать первые ряды. Потому что в ней заложена жизнь. Библия называет, и Слово Божие, древо жизни. То есть источник жизни. Потому что действительно в ней заложена жизнь. Жизнь самого Бога. Это единственная книга, которую в богословских кругах называют Бога вдохновенной. Слово Бога вдохновенной, оно, если как бы больше как бы разобраться в этом слове, то есть выдохнутое Богом. То есть Бог выдохнул свое слово, которое мы читаем. А в этом слове есть и сила, и есть жизнь. 2 Тимофея 3,16. Сейчас мы почитаем местописание. Здесь такие слова. Все Писание Бога вдохновенно, то есть выдохнутое Богом. Полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. То есть и Слово Божие, это единственная книга, которая имеет выдохнутое Божие Слово. Хотя многие говорили, что она писала о себе людьми, мы дальше об этом поговорим. И вот это единственная, одна из главных преимуществ, что это Слово Бога. Почему мы верим Библии? Почему мы верим, что Библия является Словом Божьим? Как бы немножко поговорим чуть-чуть по истории. Да, ну на это есть много причин. Я думаю, что все здесь верят, что Библия является Словом Божьим. Ну, все верят. Ну, только пару рук я как поднял. Ну, я думаю, что вы нас мало... Да, вот. Ну, может быть, опять же, может быть, кто-то где-то сомневается, потому что я к чему это говорю. Потому что общаясь с людьми, некоторые люди, не многие, но некоторые люди говорят, что Библия, она была переписываема многими людьми, там, и так далее, и тому подобное. Вы знаете, даже можете себе представить, это не просто люди переписывали, это не просто списать домашнее задание. Знаете, сидит человек, допустим, там, и что-то переписывает. А раз там пропустил слово, а ладно. Нет, то есть этим занимались серьезные, обученные и поставленные люди, книжники. Это было скрупулезное проверение всяких-всяких слов, манускриптов, потому что, ну, как бы оригиналов как бы Библии нет, но есть много, как бы, у нас, до нас дошли копии, эти все копии. То есть это не просто было, ну, так, записал, что-то пропустил, там, так. То есть это очень тщательно переписывается, поэтому, ну, как бы, к этому нужно отнестись. Итак, этому много причин, и мы сейчас посмотрим. Хотя Писание, оно является, знаете, Библия наша, это же сборник книг, правильно? То есть это не одна цельная книга. То есть это сборник книг. Ее писали и цари, ее писали и пророки, и апостолы. То есть, ну, это собрание множества книг, и в разное время все происходило. Поэтому вообще Ветхий Завет, Танах, он состоит из трех частей. То есть это Тора, да, то, что мы комментируем, да, это пяти книжные Моисея, это пять книг Моисея. Потом Невиим, это пророки, книга пророков. И Ктувим, это все писания Псалмы, это книга Экклесиасты и так далее. То есть она вот, ну, сам, ну, сам, как бы, если взял Ветхий Завет, он делится, как бы, на три. То есть, да, это Невиим, Ктувим и это Тора. Кстати, Новый Завет, он уже писался уже позже, уже после. И эти все, допустим, пяти книжи, оно начало писаться где-то с седьмой, шестой век до нашей эры. Значит, самая поздняя книга Танаха Даниила, третий век до нашей эры. А Новый Завет где-то в шестьдесят шестой, семьдесятый год. Уже, скажем так, после, скажем, после Рождества Христова. И несмотря на то, что Библия написалась сороками, то есть сорока-сорок было авторов, тем не менее, она едина в своем моральном и духовном учении, чудесна в своем проведении, замечательна силой своих обетований и величественна в своем описании деяния Божьих, истории и его народа. И, вы знаете, что книга «Деяния» продолжается. Это незаконченная книга. И каждый из нас, он продолжает эту книгу своим действием, доверия Богу. Я думаю, что у каждого из нас, если мы разговариваем друг с другом и делимся, как Бог действует в той или иной ситуации, то все-таки книга «Деяний» и «Чудес Божьих» она продолжается. Аминь. Она как бы незавершенная. Может быть, она конституально завершенная, но в жизни она как бы продолжается. Итак, первое – это единство Библии. Хотя она написана сороками авторами в течение двух тысяч лет, но представляет собой удивительный пример единства. В чем единство? Учение о Боге. Вот знаете, интересно, вот вы прочитали, допустим, Тору, там один Бог в Торе, потом вы читаете там какие-то писания, там совсем другой Бог или нет? А потом там еще, там уже дальше читаете пророков, там третий Бог. Думаете, так какой же Бог вообще? Он или любящий, он или строгий, он или справедливый только. То есть, ну непонятно, да? То есть, как-то читаешь Библию, вроде как три разных Бога. Но нет. Если мы читаем Писание, все, то мы видим единство, то есть, единость, да, это единство в учении о Боге и о Его природе. Ну, что не так? Во всех этих книгах, в Торе, в Писании, в Пророках, в Салмах, в Новом, там же Бибхадаша Завете, мы видим, что Бог, Он не меняется. Он любящий. Да, Он проявляет где-то строгость, но Он одинаковый. В Писании полностью, Он везде. Или вы как-то заметили разного Бога. То есть, там, как говорится, что в Ветхом Завете один Бог, а вот в Новом Завете совсем другой. Ну, время-то прошло, там, знаете, когда, знаете, молодые родители, они более строгие, а уже потом, когда уже состариваются, там, вообще, знаете, к внукам уже другое отношение. Ой, ты мой красавчик. Уже не наказывают. И такой, наверное, Бог, да? То есть, в Ветхом, да, в Танахе Он такой злой, там, всех. А вот в Новом Завете вот такой добрый, такой вот, ну, такого вы прослеживали? Ну, было такого у вас? А? Вот, молодцы. Первый ответ, что нет. Нет. Потому что мы в мессианское общение. То есть, мы видим, что Бог, Он одинаковый. Аминь. Бог вчера и сегодня, и во веки тот же. Он остается любящим, остается милующим, и где-то немножко, где-то и строгим, да? То есть, ну, да, то есть, ну, отношение к людям у Него не поменялось. Отношение к греху у Него постоянно было, такое, как и было изначально. Отношение к людям такое же самое, которое тоже было, оно не поменялось. Он остается, и мы видим, что, то есть, я сейчас говорю именно, почему мы верим, что Библия является, ну, Словом Божьим. Как бы, одно из доказательств, это о том, что она едина в, именно в Бога, в Богопознании, то есть, именно в Боге, в Его, как бы, характере и неизменах. Второй момент – это исполнение пророчеств. Все мы знаем, что, которые были пророчества, они исполнились, некоторые не исполнились, но самое главное пророчество, то есть, это жизнь, смерть и воскрешение нашего Господа. Аминь. Исполнилась? А исполнилась. Слава Богу. Может быть, кто-то еще и чуть сомневается. Скажу, что исполнилась. Две тысячи лет назад пришел на эту землю, потому что Бог так полюбил мир, что отдал своего сына, чтобы каждый верующий в него, что не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Богу. Мне так здорово, что все верующие находят, как будто, знаете, многим неверующим. Знаете, будущее городов, то есть, также предсказано будущее городов с удивительными подробностями. Писание предсказывает современное восстановление Израиля, об этом тоже есть в Писании, и его сохранение. То есть, это Малахия, Захария, как бы, ну, еще многие пророки. И вы знаете, они предсказывают, что это соединение, как бы, оно будет в двух этапах. Сначала Бог возвратит, вот, а потом придет по покаянию, и об этом Писание говорит. Также Бог, Библия, Слово Божие, говорит о том, что о падении древнего Вавилона, как империи, об этом тоже написано. И также оно говорит о том, что будет, это как империя прошлого, да, Вавилон, но также будет и падение будущего Вавилона, об этом тоже Писание, говорит в книге Откровения. Вот. Третий момент, это археологические доказательства. Знаменитый археолог Нельсон Глок говорит, что нет ни одной археологической находки, опровергающей хотя бы одно библейское заявление. То есть, это тоже, ну, для многих кто сомневается, то есть, еще много археологических, как бы, находок, о том, что Библия есть, были затерянные города, там тоже Сода, Мегамора, то есть, и находит многое, многое, поэтому и четвертый момент очень важный, Ишуа, наш Господь, Он ссылается в своих учениях на Тонах, на Тору. То есть, если бы это, ну, как бы, они были бы две отдельные, разные книги, Он бы, ну, говорил бы, да, там, оно не сильно, как бы, важно, вот то, что я говорю. Нет, Он всегда в своих посланиях, Он ссылается, помните, Он написан, да, то есть, там, ну, и Он ссылается, и одно из, то есть, почему Он ссылается, то есть, тем самым, Он придает авторитет всему Писанию и показывает истинность и правдивость написанных текстов. Если Он ссылается, значит, это были правдивые, истинные тексты. Матфея, пятая глава, семнадцатый, восемнадцатый стих. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить, ибо истинно говорю вам, так коли не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Он сказал, что я пришел исполнить, потому что обо мне говорило Писание. Вот. И это, как бы, такая больше, немножко, как бы, историческая, как бы, часть. Но сейчас я хочу больше поговорить именно о второй части, о воздействии Слова Божьего на нашу жизнь. Знаете, все мы знаем, что Слово Божие, оно имеет огромное воздействие на жизнь человека, ну и на нас, как верующих людей. И одно из интересных воздействий Божьего Слова, это Слово Божие, оно несет, оно несет преображающий характер. Вы нигде так не можете внутренне преобразиться, как то, что может произойти на Слово Божие. Вы можете начитаться в разной литературе, очень хорошей литературе, можно, как бы, даже кому-то там подражать, быть похожим на кого-то, вот, или иметь круг общения хороших людей, или постоянно посещать хорошего там этого косметолога и так далее. То есть, но ничто в этом мире, оно не окажет огромного воздействия преображения, как Слово Божие. А Слово Божие это то, что мы должны преображаться, да? Какой образ соседа? Нет? Ну, а если сосед хороший, если он добрый, хороший, ну, Павел же говорит, подражайте мне, ну, да, то есть, Божие Слово, оно преображает нас в образ Ишевого Мессии. Я хочу зачитать 2-ое Калифином 3-18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Но мы же хотим преображаться, правильно? Ну, хотя это не совсем легко, но мы хотим, мы хотим быть, ну, хотим быть похожи на образ Божий. Хотя Господь говорит, что мы есть образ и подобие Божие. Ну, есть некоторые, может быть, моменты, которые, ну, нам нужно что-то сделать. И вот Равша Уля, апостол Павел говорит, что мы взираем открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. То есть, написано, что Слово Божие является зеркалом. Вот, если там что-то нехорошо, то мы подходим к зеркалу, не знаю, я стараюсь каждое утро смотреть в зеркало. Ну, бывает, забываю там дела разные, заботы, а потом посмотрю, боже мой, это кто? Это кто я? Ну, начинаешь там искать расчесочку, там, ну, как-то под себя чуть-чуть, это, то самое Слово Божие. Знаете, иногда мы что-то делаем, мы служим, мы что-то там развиваемся, делаем, а потом читаем Слово Божие, Боже мой, куда я зашел? Я пошел не в ту сторону, Господь, так, все, возвращаемся обратно. То есть, Слово Божие, оно является нашим зеркалом. И, когда мы смотрим в зеркало Божьего Слова, мы видим, что мы видим? Его образ, его желание. Я хочу сказать одну важную деталь, чтобы вы очень сильно запомнили, что вы становитесь тем, на кого вы смотрите. Вы становитесь тем, на что вы смотрите. И, знаете, иногда люди, они смотрят на жизнь своих друзей, знакомых. Я как бы с негативной точки зрения, допустим. Знаете, иногда даже жизнь родителей, отцов и матерей, она не является, к сожалению, примером. Иногда что-то, что-то не получилось там в жизни. И вот мы смотрим на жизнь, даже родители, ну, как бы у моей мамы там ничего не получилось. Как-то такая жизнь у нее не очень, там, это вот, да, там, или у папы. Вот, и в моей жизни так будет. или там вот один мой знакомый там верил, надеялся, там, и ничего не получилось. Так и в моей жизни все будет. Я знаю, что в моей жизни точно так же будет. И тут просто вопрос, на кого человек смотрит? И куда он смотрит? Если человек смотрит на разбитые жизни своих друзей, знакомых, даже, к сожалению, родителей, потому что, ну, опять же, я не к осуждению, ну, жизнь разная. То есть, наши родители, они прошли, может быть, тяжелый путь, может, что-то состоялось. В основном, ну, скажу, что мои родители не были верующими. Они потом уже пришли к Господу там уже 50-60 лет. То есть, их там надежды были там на значит, там на что? Там были надежды там на себя, там на на хорошее будущее, там на книжки, да, которые сгорели, там. То есть, ну, каждый полагал, что-то, и там жизнь развалилась, не состоялась, и ребенок смотрит на жизнь, родители говорят, ну, моя жизнь будет такая же самая. Я просто это слышу, поэтому я говорю. Но это неправильный фокус и взор. И мы будем теми, на кого мы смотрим или на что мы смотрим. Это очень важно. И пусть Бог станет нашим героем в Библии. Потому что, ну, Он многое, что сделал. И центром нашего внимания. мы должны, да, ну, мы должны, как апостол Павел, да, подражайте мне. Так, почему мне? Потому что я подражаю там соседу. Нет, я подражаю Христу, я подражаю Мессии. Конечно, мы смотрим на каких-то людей, которые, ну, успешные, которые, у них все получается, но это нормально. Но, опять же, все мы люди. Важно, чтобы библейские герои, они действительно, и смотреть на Господа, потому что важно, на кого мы смотрим. Потому что это будет преображать нашу жизнь. Чтобы Слово, и также, чтобы Слово Божие, оно оказывало преображение или, скажем так, пропозу, то есть изменение как бы всего, да, на жизнь человека нужно еще важно принять его. Иногда мы путаем применение с принятием. То есть, мы иногда применяем, но еще не приняли его. То есть, нужно Божье Слово принять. Часто люди слушают Слово Божие, много слушают, но не все они принимают. Помните, там история была из четыре вида почвы, как бы, да, то есть, люди много могут слушать, но не все принимают. Я зачитаю несколько мест Писания о принятии. Это 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от вас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое и действует у вас, верующих». Это 1 Фессалоникийцам, 2, 13. Книга «Деяния апостолов», 2 глава, 41 стиха. «И так охотно принявшие Слово крестились, и там присоединилась, и жизнь пошла прекрасно». «Деяние 17 глава, 11 стих». «Здешние были благоразумнее писалоникийских, они приняли Слово». И там дальше и со всем усердием, и житемно разбирали Писание. Писание видит, что Слово Божие, его нужно, ну, его нужно принять. Хотя оно имеет огромную динамическую силу совершать то, к чему оно послало, но если мы его не примем, не согласимся, оно может пройти, даже это сильное, динамическое, там, очень классное, оно может пройти мимо нас. вспомните, Ишуа в одном городе не сделал никаких чудес. Я думаю, что не потому, что он передумал исцелять людей, да, или, ну, чтобы Божья сила. Люди не принимали. Они принимали по, не знаю, много факторов. Факторов, может быть, ну, понятно, что неверия. Они были научены другими, может быть, они сомневались, может быть, им было не совсем интересно, знаете, как бы проповедуют, проповедуют, но иногда бывает людям неинтересно, когда ты говоришь Слово Божие, одним интересно, да, а другим неинтересно. Как бы, ну, да, или некоторые говорят, да, я как бы знаю, я читал это. Где-то читал, там написано, как бы, да, или, я как бы все знаю, я все знаю. Люди много встречал это, вот, я все знаю, как бы это, честно говоря, я мало что знаю, поэтому учусь, Поэтому Слово Божие нужно его принять. Иногда Божье Слово, оно может и шокировать нас. Знаете, интересно, когда Бог послал Своё Слово для Марии, да, мать, мать Ишуа, её отношение было немножко шокирующе. Знаете, она сказала такие слова, я не понимаю, как это произойдёт. Ну, приходит Господь и говорит, да, то, что ты родишь ребёнка, и это будет царь, царей, это будет спаситель всего народа. Ну, родишь от Духа Святого, это будет сверхъестественное зачатие. Как? Говорит, я не знаю, как? Я не понимаю, как это вообще может быть. Это что-то, ну, неестественное, это не то, что вкладывается в наш разум. Говорит, я не понимаю. Но она сказала, я принимаю. Я принимаю то, что ты говоришь. Мой разум, раз-два, как это произойдёт, как? Иногда Слово Божие, но именно Слово Божие, но иногда бывает в такой степени мы его слышим. Мы иногда не понимаем, как оно может произойти, как это может изменить какую-то ситуацию в моей жизни. Как оно может повлиять, ну, вот, на вот эту ситуацию, да? Как оно может изменить меня? Некоторые люди говорят, так, горбатого могила, естественно, это очень такое тупое выражение, да? То есть, ну, меня ничего уже не изменит. Многие говорят за других людей, да, его, говорит, он уже, его, говорит, уже можно как-то, ну... Я не понимаю, как это произойдёт. И знаете, и Бог, Он не судит нас из-за того, что мы не понимаем Его Слово. И не ставит никакой-то укор, он, ну, мы все, мы люди, мы многое не понимаем, и многое есть даже, возможно, у некоторых из нас есть больше вопросов, чем ответов. Почему моя жизнь не меняется, почему мой сын не меняется, или дочь, или почему дети, в которых я там вкладывала, там, да, или воспитывала, тут они сейчас другие стали. И почему это, почему то, вообще, почему война началась? Потому что такие, как бы, ну, так многие говорят, что это мы заслуживаем. Да нет, ничего мы не заслуживаем. Это вы заслужили. Но если так, значит, по такой линейке равнять, то я скажу, есть страны, которые заслужили более, чем Украину. Поэтому, ну, но я не понимаю, Господи, но я принимаю это слово. Которое ты делаешь. Часто мы не будем понимать то слово, которое Бог будет говорить нам. Но Бог обязательно нам впоследствии откроет и объяснит это слово. Но только после того, как мы его примем. Потом она, она поняла. Мария приняла слово, насадив его внутри своего сердца. Подобно семени. И вы знаете, слово должно быть насажено. Когда мы его принимаем. Даже если... Это нас. Только такое слово, оно... Находится не на уровне нашего разума. И только такое слово способно что-то изменить. Потому что мы говорили, что слово Божие, да, мы сегодня говорим о празднике, да, о радости. Да, радость в том, что оно, оно уникальное, это слово. И оно способно изменить. Знаете, она могла усомниться. Как любая... Ну, тогда она была девушкой. Одни говорят, что там уже лет ей было 16, даже, возможно, еще меньше. Она могла усомниться, не поверить тому, что ей было сказано. И, возможно, она бы не стала бы, ну, героем веры. Не стала бы мать нашего Господа Ишоа Мессии. И как Ишо сказал, что тебя будут называть, ну, блажен. И вы знаете, иногда мы, из-за того, что мы не принимаем Слово Божие, иногда мы уходим со своего призвания. И как бы отступает это облако славы, которая ведет нас по, возможно, по этой пустыне, по которой мы не совсем понимаем, далеко ли нам еще идти. Не видно ни конца, ни края. Но народ Божий Израиля, он шел, когда было днем облако, ночью был огненный столб. Они полностью доверяли, что куда Бог ведет, и куда Он хочет их вести. Вы знаете, это важные такие вот моменты. Я слушал одного музыканта, это один молодежный, молодежная команда, и один музыкант довольно, как бы, талантливый, известный, успешный, как бы, ну, в своем, как бы, в своем служении. Они писали песни, они выступали на разных, на разных, как бы, концертах. Вот. И это так вдохновляло всех, его вдохновляло. И тут что-то произошло, как бы, я не знаю, полностью, как бы, истории, но он начал заниматься другим делом. Начал заниматься бизнесом. Опять же, я не против, как бы, бизнеса. Я против. И вот начал заниматься, и он долго, и вроде, как, пошло, как бы, все хорошо. Ну, начало хорошо все пойти, начало все хорошо, как бы, ну, но внутри он чувствовал, что вот что-то не то. Вот идет, зарабатывает, там появляется у него, скажем так, клиент, бизнес растет, но что-то не то внутри. И вот он приходит к тому, что вот что-то вот он не то делает. Знаете, как будто ты живешь чужой жизнью. Ну, бывает такое, да, вот ты вроде, вот, и говорит, что как будто вот это вот облако, оно просто вот ушло от меня. И один раз дома вечером супруга это все видит и говорит, тебе нужно вернуться к тому, к чему ты начинал. И вы знаете, когда я послушался, вернулся, я почувствовал, что вот это вот Божья слава, как бы облако опять ко мне вернулось. И этот. Не, но я, в смысле, иногда это чаще, чем всегда. Я это имел в виду, поэтому я никого не хочу. Всегда. Вот. Истина. Вы знаете, было в моей жизни тоже такие моменты, когда ты делаешь, и тебя это вдохновляет. Тебя это, ну, не знаю, просто ты как плывешь, ты понимаешь, что Бог, Он с тобой рядом, Он везде, куда бы ты ни посмотрел. И это внутреннее такое вот желание, жажда, внутреннее стремление. ты видишь, у тебя что-то получается, и ты видишь вдохновение, и ты как бы, ну, ты радуешься тому, что ты делаешь. Это, ну, ты видишь, что ты делаешь правильно. Ну, это, ну, не знаю, это невозможно, как бы, вот, описать. ты просто понимаешь, что ты делаешь правильно. Ну, были моменты в жизни, когда ты, вот, делаешь что-то, вроде как что-то получаешь, вроде делаешь, но вроде оно не закончилось, то, что ты, ну, раньше делал, но внутри ты чувствуешь, вот, такую неудовлетворенность, как будто вот, ну, Господа, вот в этом нет. Ты как, действительно, как живешь, ну, чужой жизнь. Вот, нет этого облака, да, то есть, ну, облако, это его присутствие, это его радость, это, ну, такое вот, ну, еще такое слово молодежное, тебя прет. Поэтому, знаете, то есть, это здорово, ты, ты реально, вот, у тебя расправляются крылья, и ты видишь, что Господь, Он с тобой. Но есть вещи, которые ты, вроде, делаешь, оно так уже, знаете, как, вроде, она по накатам делается, но ты вот не чувствуешь этого, как бы, такого, как бы, состояния, что Бог, Он с тобой рядом. Это я, как бы, немножечко, как бы, отплёкся, но я не знаю, почувствую, что нужно, может быть, это сказать. Итак, Слово Божие нужно, я, в меньшее время идёт, его нужно применять, даже если мы не понимаем. Мария сказала о том, что я не знаю как, но я его принимаю. Господь дальше ей показал и объяснил. И она стала очень сильной и женщиной, героем для нас. И третий момент, очень важный, теперь мы говорим о применении этого слова. Знаете, Слово Божие дано нам не только как академический материал, ну, для некоторых, как материал, да, то есть ты прочитал его, проакадемировал, и всё. Нет. Но и как практический материал. Слово, оно живое и действенное, когда мы его применяем. И чем больше мы применяем, тем более мы видим и утверждаемся в нём. Аминь. То есть его нужно применять. Это не просто академический материал. Такая большая книга, там много всё написано, классные истории, там про Давида, там про Моисея, там, ну, можно как бы лекции там порассказывать, и всё. То есть Слово Божие его нужно применять. Об этом говорит в Писании, не то, что я хочу. Потому что Слово, оно живое и действенное, оно живое. И когда мы его применяем, чем больше мы применяем, тем больше мы видим и утверждаемся в том, что оно живое. О том, что оно живое. Поэтому это очень важно, чтобы мы его применяли в свою жизнь. Ишу, вы помните, споря с саддукеями, да, это была группа людей, которые не верили, как бы, воскрешение, не помню, там, они говорили о воскрешении, да, он, споря с ними, сказал такие слова, не знайте Писания и не силы этого Писания, не силы Божьей. Потому что Писание, оно имеет и силу Божию. Вот. В Слове Божьем заложена сила, она способна и нас менять, и преображать так, как, что и вокруг нас. Для того, чтобы Слово Божье меняло нас, нам нужно его применять. Для того, чтобы Слово Божье меняло вокруг нас, а для того, чтобы Слово меняло нас, нам нужно его принять. А для того, чтобы Слово Божье меняло вокруг нас, нам нужно его применять. И это касается всех сфер жизни. Если вы, вот я немножко уже буду заканчивать, если вы читаете книгу «Евреям», это потрясающий манифест веры, там рассказывается, да, о жизни людей, которые просто неимоверно Господь действовал и являл свою силу. А, я немножко поспешил. Смотрите, о том, что Слово Божие говорит, о том, что его нужно применять, это написано Ефесянам 6 глава 11-19 стиха. Тут написано, что наша брая не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Он говорит, для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте припаяться в свое чресло истинную, облегшись броню праведности, обувь ноги в готовность благовествовать мир, а лучше всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Мы понимаем, что христианская жизнь это не просто курортная жизнь, как бы знаете, такая, пробежался себе и все нормально. Нет, то есть это жизнь, где реально существует духовный мир, и есть злой духовный мир, да, и цель сатана украсть, убить и погубить, вот, но Господь знает, отдает нам все оружие Божие. Пояс истины это твердая твоя позиция. Здесь иногда люди еще не твердо, как бы, стоят в позиции вообще, ну, нужно, не, ну, верю я, не верю, как бы, ну, не знаю я, ну, может, допустим, должна быть твердая позиция. Кто есть Господь и кто ты, это очень важно. Это пояс истины. Броня праведности, это жизнь основана на его праведности. Мы должны понимать, что, как бы мы ни старались, преображались, но у нас нету чистой праведности. Просто, взагали, она нам не дана, но есть Божия праведность. И Господь на нас смотрит через свою праведность. Поэтому это является броней. Когда мы говорим, что мы недостойны, у нас не получится, я родился не в том городе, не в той семье, у меня не такие родители, вот, вот там вот мой сосед, вот у него там уха. Это все, это все, скажем так, шелуха, и от этого нужно изглавляться. Надо знать, что Бог говорит о твоей жизни. Брат мой, сестра. Обувь благовествования, это участие в благовествии подтверждает его слово. Когда мы, смотрите, интересно, я так читал, думаю, а к чему же эта обувь здесь вообще дана? Ну, как-то, оно вообще, как-то, ну, как-то, может, его, может быть, его вписали как-то так, но хотели вписать. Я все-таки думаю, что это, знаете, ленивый человек, он подвержен атакам дьявола очень сильно. Я думаю, что здесь дано для того, чтобы Бог разбивал нашу вот эту вот натуру человеческую, ленность, чтобы мы все-таки шли и благовествовали. И когда мы благовествуем, то в этом и проявляется сила Божия. Поэтому очень важно. Четверы – это доверие Его Слову, как Мария. Ты можешь не понимать, что происходит в твоей жизни. Да вообще много есть вопросов. Почему так? Почему этак? Но я просто доверяю Тебе, Господь. Я доверяю Твоему Слову, просто доверяю. Даже, может, где-то я сомневаюсь, но я доверяю Тебе, Господь. Я не понимаю, но я доверяю. Как это будет, я не знаю, но я доверяю Твоему Слову. Шлем спасения – мысли, направленные на Него. И духовный меч – это ссылаться на Слово Божие. Знаете, если вы будете указывать Сатану своими словами, аргументируя то, что ты такой, сякой, то есть наши слова ничего не сделают. Ну, как бы ты что ни говорил. Они имеют силу, знаете, ну, любое слово имеет, но они имеют силу, допустим, если ты человека вдохновил, допустим, сказал, что ты такой классный, ему стало легче, правильно? То есть, да, там, вот. Но есть Слова Божьи. То есть использовать, как и шло, он использовал Слово Божие. И когда у него была встреча, не, скажем так, неожиданная там, да, или, скажем так, встреча с Сатаной, то он использовал Слово Божие. Потому что Слово Божие, оно несет в себе жизнь. Потому что наделено жизнью самим Богом. Это выдохнутое Слово от Бога. И написано, что это Слово не возвращается тщетным, но исполняет то, для чего оно было послано. И вот вопрос, а для чего это Слово, оно было послано? Оно было послано изменять ситуацию, которая, как нам кажется, неизменна. Слово, которое написано, оно, оно словно, что вы изменили что-то. Это очень важно. И праздник, да, Торы, радость Торы. Не потому, что оно когда-то было написано, и это еще одна книга в всемирной библиотеке. Нет. Это живое Слово, которое было послано для того, чтобы изменять ситуацию и обстоятельства. А кто имеет способность его послать? Бог там. А что нам доверено? Нам доверено использовать его тоже Слово, и посылать его в стих, и говорить по Слову Божию. Мы имеем право гордить Слово Божие. И утверждать по отношению ко всей ситуации. И в нашу жизнь, и в жизнь наших детей, и в жизнь наших родных и близких, и в жизнь нашей страны. Поэтому мы собираемся, и мы молимся, и чем больше Слово Божие на библиотеке выслужено, расширпнуть с нашего сердца, тем быстрее это идет, и отмога. И тем быстрее изменится ситуация в нашей жизни. Это очень важный момент, чтобы мы говорили Слово Божие. Так написано, что они поверили не как Слово Человеческое, а как Слово Божие. Если мы будем говорить Слово Божие, они, допустим, не будут возвращаться в тщетный. Но они будут исполнять то, что мы говорим. Это очень важный момент. Поэтому больше промывайте в жизнь, в свою жизнь, если вы сомневаетесь в себе, в своем призвании, если вы сомневаетесь в своих детях, в изменении этих детей, в родственниках, или в жизни. Вы знаете, где все устали от этой войны? Говорят, мы не узнаем, где ни конца, ни края. Я скажу, если вы посмотрите, конец, он приближается. Он приближается. И мы увидим этот конец. Но не говорите Слово Божие, потому что мы говорим Слово Божие в нашу страну, в жизнь, в наших врагов. И об этом говорит Писание. Поэтому очень важно, что мы, это Богов Духновенные, выдохнувая Слово Божие, чтобы эта радость скорой, она была в действии. Но чтобы она была в действии, ее можно высложать, но можно говорить. Даже если мы не знаем, как это изменится, мы скажем, Боже, по Слову Твоему, не по моему Слову, а по Твоему, ты сказал, Господь, ты сказал. Я просто беру Твое Слово, не Своё Слово, и беру Свою Слово, и беру Свою жизнь. Потому что я в Бога Государе, я в Бога Государе, мои дети в Бога Государе. Даже если это ближе, то я страдаю в Бога Государе. Это очень важно. Знаете, у священников всегда должны идти слова Божьего Слово. Мы часто говорим не Божьи слова, мы говорим свои слова, мы говорим даже не путешествия, мы говорим негативные слова в жизни нашей, в наших детей. Слава Богу, что не все слова они исполняются. Слава Богу, Боже, Боже, сколько было бы просто, просто, было бы просто. Иногда они выходят, но мы должны говорить так, как слава Господа Божьего. Это то, чтобы видеть чудеса Божьего. Божьего, когда Ходил, напоминал Своё Слово, к нему подошёл сотник. Я рассказал о своём повремя. Господь, жаль от Своё Слово, ну я сейчас всё закончу, а теперь это обязательно. Просто нет, не надо. Скажи просто слово. Скажи просто слово. И чтобы удивился. И чтобы хотел пойти к Нему, родни, не надо. Скажи просто слово. Я не знаю историю дальше, что Его слуга обостарился. Именно в тот время, когда он шёл с Казахстана. Книга Еврея говорит такие слова. Верую, познаём, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого возраста видимо. Верую, Авер принёс Богу в жертву, лучше, нежели Каин. Верую, Иерах, переселён Богу так, что не видел смерти, и не стало ему, потому что Бог переселил его. Верую, Мой получил откровение о том, что ещё не было видимо. Благоговеря, пребитое уточнение спасения, Дома Своего. Верую, и сама Сара, будучи ситуацией, которая неизменна, она была неплодна. Получив силу в применении усилий. И тут слово «сила» — получив слово. Потому что, помните, Бог пришёл и сказал, у тебя будет. Как? Как? Это невозможно. И похоже ситуация Сара, как и Мария, она просто доверила Богу. Написано, получив слово принятию усилий. «И не повремя не вложила свои дела, и познала, что верен обещавшим». Боже, дай нам иметь такую веру. Дай нам иметь такую веру. Пусть Господь вас благословит. «Знаете, что Боже Слово — это не аркотический материал, это живое Слово. И я желаю, чтобы вы увидели больше чудес в своей жизни. Потому что Бог, Он дал это Слово для того, чтобы оно совершало то, чему оно было после». Ай, про это не был 하나 заставка. Пусть Господь вас благословит. Пусть Господь вас благословит. Пусть снегастроит. Пусть медленно и мусорит. Огромен. Господи, мы доверяем Тебе, даже если мы не знаем, как мы просто доверяем Себе. Мы позволяем Твоему Слову действовать в нашей жизни. Мы позволяем Твоему Слову действовать вокруг нашего жизни и в тех ситуациях, которые есть вокруг нас, и которые, как нам кажется, не мешают. Но мы доверяем Тебе. Мы доверяем Тебе, как доверилась Тебе Мария. Мы доверяем Тебе, как доверился этот Собор. Мы доверяем Тебе, как доверился Авраам. Мы доверяем Тебе, как доверилась Сара, приняв Твое Слово, и то, что не существующее, не стало не существующим. Мы просто доверяем Твоему Слову. Мы доверяем Тебе, как доверяем Тебе, как доверяем Тебе. Мы доверяем Тебе, как доверяем Тебе. Мы доверяем Тебе, как доверяем Тебе. Мы доверяем Тебе, как доверяем Тебе, как доверяем Тебе. Мы доверяем Тебе, как доверяем Тебе. Мы доверяем Тебе, как доверяем Тебе, как доверяем Тебе. Мы доверяем Тебе, как доверяем Тебе, как доверяем Тебе. Мы доверяем Тебе, как доверяем Тебе, как доверяем Тебе. Мы доверяем Тебе, как доверяем Тебе, как доверяем Тебе. Мы 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 доверяем Тебе. Мы доверяем Тебе.